Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В июне, летом отмечается Международный день донора. Мы как-то уже касались нашей программе этой темы, но решили ее, что называется, развить. Тем более, что этот день отмечается во всем мире. И вновь у нас в гостях заведующая станцией переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева и донор госинспектора Люберецкого ГИБДД Дмитрий Гудков. Здравствуйте! Добрый день! То есть, если в прошлый раз у нас была теория, то сегодня у нас есть и теоретики, и практики. То есть, люди, которые на себе испытывают, что ли, вот эту возможность дать кровь. Обо всем этом поговорим. Но, Любовь, прежде всего, начнем. Почему этот день именно летом сделали? И он действительно во всем мире как-то отмечается или он проходит так, незаметно? Нет, он на самом деле отмечается во всем мире. У нас есть определенные каналы, по которым мы связываемся между собой. Ну, конечно, в нашей стране, соответственно, и есть международный, конечно, канал. Сейчас он, скорее всего, будет немного недоступен нам. Ну, Красный Крест всегда работает. Ну, с Красным Крестом, да, конечно. Вот мы все переписываемся, обмениваются информацией. Все, что новшества какие у нас, какие-то административные акты изучаем современные. И так у нас проходят фестивали, праздники. А что вот фестивали, праздники? Что здесь? Это просто те люди, которые сдают кровь. Как раньше говорили, общность людей. То есть, какое-то организуется мероприятие для них. Да, в каждом субъекте Российской Федерации и, соответственно, за рубежом, да, есть в определенный день, непосредственно 14-го, либо раньше, проводятся либо фестивали, либо встречи, либо какие-нибудь беседы с теми людьми, которым доноры наши помогли. И, конечно же, сопровождается все песнями и поздравлениями, вручением поширительных каких-то наград. Все это очень интересно. Людей объединяет. Главное – тихий подвиг. Да, это такая положительная история. Тихий подвиг. Мы еще к этой теме вернемся, потому что тихих подвигов довольно многое совершается. И вот донорство, наверное, действительно один из таких спокойных. Иногда люди даже не понимают, что они, в общем-то, совершили небольшой подвиг. Сейчас мы с Дмитрием поговорим на эту тему. Но еще один вопрос вам. Это по поводу того, что я вот хотел спросить давно. А была когда-нибудь встреча между какими-то донорами, которые конкретно людям спасли жизнь? Такой вариант возможен? Я скажу, в начале моей трудовой деятельности были такие варианты, потому что, знаете, когда я начала работать, было все проще. Когда у нас требовалась, например, кровь какая-то или плазма, на пакетах было даже написано, например, Васильев, Денис Васильевич, например, сдал вот эту кровь. Сейчас вы понимаете, что наши данные все засекречены, и у нас уже на пакетах не написано. Мы своим донором присоединяем номера. То есть вы не увидите на пакете с кровью, чья это кровь. У нас вся база данных защищена. Но в принципе можно узнать, да? Нет, это, как правило, доступ ограничен. Все пока завуалировано. Может, это какой-то... Я понимаю, что сейчас нас пытаются защитить от информации, от всего, чтобы наша информация не попадала. Тем не менее, наверное, иногда, может быть, это и нужно знать в данном случае, хотя бы какими-то способами. Потому что если, например, человек спасён, и действительно это произошло в связи с переливанием крови, не в том смысле, что он хочет как-то отблагодарить, я имею в виду финансово, хотя это тоже несколько человек. Просто хочет знать, знаете, как любой человек хочет знать, откуда пришло. Вы знаете, что люди, которые даже костный мозг сдают, они подписывают договор о неразглашении, что они сдали. И когда спасённый человек действительно хочет узнать, он имеет право узнать только через три года об этом. Ну, всё-таки имеет право. Дмитрий, ну а теперь ваша очередь. Самый простой вопрос, который напрашивается. Вот в прошлый раз мы с Любовью говорили, я тоже когда-то что-то сдавал кровь, но это было очень давно, в студенческие годы, и, скорее всего, ну, по какой-то мы разнарядке, наверное, так пошли, вроде как, добровольно-принудительно, тогда в советское время это было принято. А вы как? Почему вы решили сдавать кровь? И, собственно говоря, сколько раз вы уже сдали-то примерно? Вы же не один раз сдали? Нет, я не один раз сдал. Почему я пошёл? Ну, я не знаю. Такой цели какой-то определённой у меня не было. Может, что-то посмотрели или какие-то были? Давайте скажем только из любопытства. А, из любопытства? Да. Ну и как любопытство? Пришли и сразу с вас слили всё, что можно было, да? Да нет, там всё нормировано. Ну вот вы пришли, то есть нам для того, чтобы понять сам механизм, то есть вот, ну, есть люди, которые действительно по аппаратуре на дорожке идут, а вы пошли, вы пришли, вас встретили, проверили. Ну, там всё женский коллектив, хотя там несколько мужчин тоже есть. Здравствуйте, проходите, пожалуйста, садитесь, заполняйте данные, записывают, потом их проверяют, естественно, я так понимаю. Также берут анализы первичные, проверяют твоё здоровье и... Ну, то есть заодно и здоровье можно проверить, как бы, да. Конечно. Ну, здоровье ты, там же, если ты болеешь, там же тебя не пускают. Потом, наверное, после всех анализов дают вам уже добро и вперёд. Да. Больно? Нет. Нет? Потому что некоторые до сих пор от вида иглы сознание начинают... Ну, туда можно не смотреть. Да, туда можно не смотреть, понятно. А, Любовь, скажите, вот это очень важный такой психологический момент, потому что действительно люди, может быть, некоторые и хотели бы сдать кровь, ну, нормальные, я имею в виду, и по анализам пройдут, но вот есть какой-то психологический у них, скажем, такая психологическая запретка, что ли, на боль, на какой-то вот лишний укол. Как это происходит? Всё же зависит, наверное, от того врача, который принимает. Ну, я скажу, что мы никого не уговариваем, это точно. Мы не отговариваем, это точно. Да, потому что человек, если пришёл сделать доброе дело, он должен, ну, сам себе это уже точно уяснить. То есть ты приходишь принять решение. Да, либо боль, либо ты сдаёшь, либо ты не сдаёшь. И, как правило, мы никого не уговариваем. Если действительно человеку плохо и дурно, мы, конечно же, говорим, лучше не надо этого делать, потому что мы своих людей бережём, в первую очередь. Опять же, те люди, которые уже, скажем так, начали сдавать, и стало плохо, и невыносимо, да. А такое тоже может быть, да? Да, да. Бывает, голова закружится у женщин, например, даже у мужчин, да. Какую-то определённую часть сдали, и голова закружилась. Мы сразу прекращаем забор крови. А они говорят, нет, нет, мне сейчас лучше станет. Нет, такого нет. Если уже действительно что-то поплыло, ну, голова закружилась, затошнела, мы сразу же заканчиваем. То есть, я так понимаю, если какая-то специальная инструкция, да, на этот случай, если... У нас конкретно всё прописано в наших приказах. Да, мы действуем только по нашим регламентирующим актам. Дмитрий, а вот скажите, после того, как вы сдали кровь, какие были ощущения у вас? Ну, таких особых каких-то ощущений. Не было такого, что всё, не могу ходить, не могу дышать, ещё что-нибудь. Нет, спокойно встаёшь, ну, не торопясь, конечно, не испрыгивая, а спокойно встаёшь, тебе замотают всё. Посидеть немножко, наверное, надо, да? Как хотите, хотите посидеть, хотите... Там никто никого не подгоняет. Это, в общем, всё довольно мягко, культурно. Так, и вы уходите? И да, идёшь. Чай попил. Чай дают, чай-то дадут с какой-то. И чай попил с печеньями. Там, наверное, ещё и сахарку дадут обязательно, чтобы... Чай сладкий, конечно. Правда, кстати, любовь, что сахар – это вот... Я помню даже, что для сердечных дел, когда вот человек из сердца, проблема, что вот сахар нужно давать, что... Нет, если проблема с сердцем, сахар не надо давать. Нет, не надо. Нет, ну, какой-то там претенцирует нас, а я научил... Нет, 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 не надо сахар давать. А в данном случае? А в данном случае чай с сахаром сладкий дают, чтобы человеку полечало, потому что стресс в любом случае для человека, когда сахар принимает больной, у него голова меньше кружится. Я не буду биохимический процесс рассказывать и углубляться. Вот, у них голова меньше уже кружится. Понятно. То есть чай вы получаете с сахарком немножко, да? Ну, хочешь, и добавку, пожалуйста. И добавку дадим. И добавку дадим. И добавку дадим. Там не граничная. Хорошо. Вот вы приходили, вы один пришли, там как очередь, регламентируется это всё или как? Да нет, ну, я пришёл, там кто-то... На подназначенное время или просто пришли за... Я прихожу, когда как хочешь. Ага. Ну, в рабочее время, понятно. Ну, да, когда они работают. Хотя там могут у вас быть и группы какие-то, я думаю. Да, у нас в основном сейчас... Селенаправленные такие были. Зато время, пока я руковожу, мы наладили выездную работу. И также у нас предприятия сами к нам приезжают, организовываются, приезжают. Лыткаринский машиностроительный завод привозит на своём автобусе своих сотрудников для сдачи крови. Они вообще молодцы. А вот здесь такой вопрос сразу же возникает. Это как, сотрудников как-то заставляют? Нет, конечно, нет. То есть зачем это Лыткаринскому заводу? Вот смотрите, ну, например, мы раньше к ним выезжали, сейчас они решили к нам сами выезжать на своём автобусе. Почему? Потому что Лыткаринскому заводу это... Зачем? Ну, как? Они стараются для своих работников как бы их самих привезти, чтобы ничего с ними не случилось, отвезти и привезти. Это раз. Во-вторых, люди, имеющие возможность сдать кровь, они получают справки. И завод не имеет права им отказать в этом выходном дне. То есть завод как бы, да, позволяет им ещё заработать выходном. Нет, не заработать. Почему? Отдав кровь. 186-я статья Трудового кодекса рекламентирует двухдневный отпуск. То есть в этот день, когда они сдали, и ещё один по желанию, либо на следующий день, либо он может его присоединить к отпуску своему основному. Оплачиваемый день. Поэтому они привозят к нам своих сотрудников, их проще к нам привезти. Ну, то есть я понимаю, что завод принимает таким образом решение, даёт возможность своим сотрудникам получить ещё дополнительные дни. Ну, вы же понимаете, что у нас Лыдкарин находится немножко подальше от нас. Им удобнее и проще привезти, потому что ремонт Октябрьского проспекта, пробки, и люди, которые даже хотят сдать кровь, они не всегда имеют возможность к нам приехать. А сколько в среднем в день проходит? 25 человек в среднем. 25 человек. И на сегодняшний день, по вашему, скажем так, опыту, и по, наверное, записывается, мы поняли, что фамилии всё шифруются, но группы крови, которые так интересуют, каких больше сейчас групп крови? Всегда востребована вторая группа. Большая часть населения планеты имеет вторую группу. И всегда она востребована, и мы стараемся всех доноров второй группы постоянно за ними следить, чтобы они могли вовремя прийти. Ну так и приезжает в основном, да, вторая группа? Ну да, мы их вызываем. У нас есть постоянные доноры, которые постоянно числятся. Они подписывают какое-то соглашение, что могут вызвать их? Нет, никаких соглашений нет. Это их желание. Если мы им позвонили, они могут прийти, они приходят. Но вы же всё равно спрашиваете у них, можно ли мы вам звонить? Да, конечно. Никаких соглашений нет, мы просто звоним. И вам тоже звонят? Да, иногда. А как вы принимаете решение? Вам звонят и говорят, что вы давно кровь не сдавали? Либо вы говорите... Он сам контролируется. А, в принципе, да. Через сколько можно сдавать? Через два месяца. Через два месяца? На 61-й день. На 61-й день? Ну, я точно там не рассчитываю. Я просто смотрю там. Раньше? Зимой сдал, осенью сдал, весной сдал. По временам года, очень долго. Ничего не надо контролировать. Обменял четыре раза в день. Хорошо. Сейчас давайте мы сделаем небольшую паузу. Единственное, что я хочу сказать и обратиться к нашим телезрителям, что почему мы программу эту делаем сейчас, в июне, в тот самый летний месяц, кстати, в который отмечается Международный день донора, потому что как-то действительно в последнее время об этом, ну, как вот реклама, да, такая социальная, вот маловато её. Поэтому мы хотим, чтобы вы, может быть, услышите, сейчас время такое, клубничка, черешня, то-се, третье-десятое, правильный здоровый образ жизни, о котором мы тоже часто говорим. Может быть, появится у вас желание, куда прийти можно сдать? Октябрьский проспект 64, станция приливания крови Люберецкой басной больницы. С до? С 8 утра до 12 дня на приём крови. Мы ещё раз повторим эту информацию. Ну, а пока небольшая пауза и вернёмся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заведующая станцией переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева и Дмитрий Гудков, донор, причём донор уже со стажем, госинспектора Люберецкого ГИБДД. Так что, кстати, теперь, если вдруг вас остановят, Дмитрий, вы же работаете именно, как, на улице? На улице. То есть мы можем неожиданно даже с вами встретиться. Можете. Если вдруг вы нас будете поздравлять с днём ГИБДД 3 июля, да? Да. Так что Дмитрий действительно является донором и 18 раз сдавал кровь, как мы выяснили. Тогда вот первый вопрос во второй части вам. Скажите, пожалуйста, а у вас есть ощущение, что вы там жизнь кому-то спасаете, что вы совершаете, как мы выяснили, тихий подвиг? Или просто сдаёте, да и всё? Просто сдаю, да и всё. Никаких у меня ощущений. Может, какой-то случай в жизни был, что на вас повлияло, может быть, кино какое-то, книга, что, знаете, там, раз... Ну, может быть, и в жизни что-то и повлияло. А он не знает, я сейчас скажу. Информации у меня много о том, что, ну, когда сдают, что при этом происходит. Примерно. Вот, но я не могу определённого сказать, какого-то чёткого такого понятия, что почему я пошёл задавать кровь, либо что-то меня там сподвигло на это. То есть сдаю и сдаю, и правильно. Вот иногда... Да-да, Любовь, да, пожалуйста. А я расскажу, Виктор Владимирович, просто не в курсе, почему именно он. Потому что мы буквально вот в преддверии этого праздника проводили анализ. Вы не забыли, да, что я врач-анестезиолог? Да, да, врач-анестезиолог, да. Да. В прошлом году мы оперировали мужчину, которому спасли жизнь. И Дмитрий Владимирович не зря здесь сидеть находится, потому что его, именно его кровь помогла этому пациенту. Этот пациент сейчас прошёл реабилитацию, поступил на сочетанные травмы, травму получил на предприятии. Достаточно тяжёлая травма с травматическим геморрагическим шоком второй степени. Был доставлен в Бривейскую больницу в моё дежурство. Я проводила анестезию, естественную трансфузию крови и всего остального. Два литра была кровопотеря. И Дмитрий Владимирович кровь как раз именно в этот день спасала его жизнь. А вот скажите, а сколько крови в среднем в человеке? В любви так же, да? Как правило, конечно, зависит от параметров человека. Двухметровый, как Пётр Первый, например, или метр шестьдесят человек. Это же разница большая. Но, как правило, говорят, что пять с половиной литров крови в человеке есть. И вот два литра, практически почти половину вы влилили. И вот ещё такой всегда вопрос возникал. А не оторгает организм чужую кровь? Бывают такие случаи? Нет, не оторгает чужую кровь. Мы всю эту кровь всегда проверяем. По параметрам, да, я так понимаю? По групповой принадлежности понятно. Кроме групповой принадлежности у нас ещё есть резус-фактор. И по системе резус-фактор у нас вообще 27 систем резус-фактора. 27. То есть для обывателя это положительно-отрицательный резус-фактор, а вообще их 27. И мы, естественно, проводим эти все пробы на совместимость. Мы выявляем, какая кровь кому годна. То есть у нас есть определённый алгоритм набора букв, которые мы пишем на упаковках и подбираем тем людям, когда нам приходят звонки. А вот тот случай, когда кровь Дмитрия переливали, вы же должны... Человек прибыл внезапно, да, авария какая-то была или травма, вы должны у него тут же получить... Естественно, берём у него образец. Как много времени на это уходит? Каждая же минута дорогая? Да, естественно. Она не так много времени уходит, прямо на покой сразу берутся все анализы, больной поднимается в операционную, и за это время, пока он там какой-то наркоз вводит и всё остальное, это буквально занимает 10-15 минут. И то есть мы уже на руках видим и общий анализ крови, и группу крови. Соответственно, в каждом нашем стационаре есть кабинет, трансфузионный кабинет, в котором есть некий запас, который мы уже приготовили и развезли. То есть в каждом стационаре есть свой запас. И из этого запаса мы, естественно, берём по грубовой перенадлежности то, что нам нужно. Берём и сразу же согреваем, естественно, до тех температур, которые нужны для трансфузии, и больному сразу же проводим это прямо на операционном столе. Дмитрий, вот за то время, 18 раз, это сколько лет вы уже занимаетесь этим делом сдачи крови? С 2018 года. С 2018 года. А, 4 года, так вы ещё новичок фактически, да? Ну, у нас люди очень быстро все сдают. Вот нет ощущения ухудшения здоровья или какого-то чего-то не того? Нет? Ничего нет. Почему? Потому что очень многие интересуются, мы в прошлый раз тоже говорили с любовью, что раньше кровь даже пускали во времена 16-го века, 17-го, и даже раньше, ну, врачи. Первое лечение было пустить кровь, чтобы она как-то там... Да? Вот вопрос такой. На сегодняшний день наша кровь, которая к вам поступает, она действительно качественная. Вот вы говорите, она проходит массу всевозможных исследований. То есть исследования до сдачи крови, а после сдачи крови, когда вот уже, ну, ведёрки, она есть в этом, как-то проходят какие-то исследования? Естественно, конечно же, она проходит весь спектр, который нужно на инфекции, значит, на наличие каких-то остаточных обломков эритроцитов, тромбоцитов и всего остального. То есть кровь – это же не одни эритроциты, понимаете? Это разные клетки. И, естественно, всё контроль качества ежедневно осуществляется. А вот человек, который 2 литра, да, по половину твоей крови пришлось поменять, да, другая кровь, вернее, ну, влилась другая кровь, эти люди какие-то изменения чувствуют, что вот в них течёт некая уже иная кровь или нет? Нет, как правило, нет. Мне не говорят, что что-то я как-то себя стал инспектором ГИБДД чувствовать. Такого нет. В одном фильме такое было, помните, когда «Лучше бы меня другую кровь влили». Нет, это субъективно, значит, нет. Субъективная, да? Вот. Хорошо. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вы один в ГИБДД сдаете кровь или кому-то ещё насоветовали, чтобы пришёл, что это не больно? Ну, я не советую. Как-то распространяют сами доноры информацию? Ну, среди, вот, или кто-то спросил, а ты что, кровь сдаёшь? Да, сдаю, ну, приходи и так далее. Кого-нибудь случайно привели? Случайно никого не привёл, но такая, ну, да, был такой разговор у меня с напарником. Напарник говорит, ты что, сдурел, что ли, зачем ты кровь сдаёшь? Правда, сказал? Нет, он так не говорил. Не говорил? Он говорит, наверное, надо мне тоже сходить. Я говорю, ну, сходи. Подождите, мы в прошлом году проводили совместную акцию с ГИБДД. Это было в мае, ровно год назад. Сейчас Илья Атаманов нас слушает, наверное, когда... Привет, молодой. Боюсь, что он теперь всех заставит, как раз, да. Вы знаете, мы выезжали прямо к ним на работу, проводили там акцию совместную. Достаточно большое количество офицерских составов в основном сдавал. Ну, было очень интересно. Ребята молодцы, конечно. А вот эти программы, которые вы выстраиваете, чтобы, да, такие групповые встречи... Ну, это я в УЗИ преподаю, там тоже очень часто сдаётся кровь. Причём либо зовут куда-то, либо действительно сами приезжают. У вас какая-то есть передвижная техника, да? Насколько это безопасно? Одно дело, когда в кабинете, где горят эти все лампы, тем более после пандемии. А другое дело, когда вы куда-то приезжаете. Ну, вы знаете, для того, чтобы забирать кровь, не нужна какая-то условная стерильность определённая, да. Мы у нас... Всё, что у нас есть в нашем наличии, да. Этого достаточно. У нас достаточно, да. Всё одноразовое распаковывается прямо перед донором, открывается, тут же подкалывается, тут же часть убирается в мешки, часть в специальные термоконтейнеры. Поэтому никаких требований там на выездной работе нет, как таковых. А это входит в обязанности, скажем так, станции переливания крови, не только вашей вообще, да? Мы имеем право работать и на месте, и выездной работой тоже заниматься. Хорошо. Ещё такой вопрос. Вот до сих пор называется станция переливания крови, и некоторые предполагают себе, что какие-то краны там стоят, ты приходишь, и переливают тебя из тебя в рядом лежащего пациента. Ну, так, конечно. То есть контакта никакого нет с людьми, которые могут, ну... У нас же, понимаете, у нас абсолютно здоровые люди. Больных людей у нас нет. Ни в коем случае. Они к нам не поступают. У нас даже с этой целью изначально, когда служба крови строилась, в нашем подразделении есть своя лаборатория. То есть наша кровь не смешивается с общебольничной кровью, ни в какую лабораторию общебольничную не уезжает. То есть обследуется на своём месте. Вот, Дмитрий, у такой вопрос. Вы же, как инспектор, наверное, были какие-то аварии. Аварии, они разные бывают, да? Когда людям срочно нужна помощь, и когда скорая помощь приезжает. Вот вы сталкивались с таким, что слово донорство, ну, что нужна кровь, как-то проскакивало в эти моменты? Нет, не вспомню. Но, в принципе, на серьёзных авариях, когда люди, ну, серьёзно попадают... Мне кажется, в этом случае все понимают, что ему предстоит этому... Ну, то есть какой-то вопрос будет. Просто тут видите, как соединилось. Вы сдаёте кровь, и вы являетесь инспектором, да? Вы следите за движением, а движение – это повышенная такая опасная история. Там, к сожалению, люди иногда гимнут, кто-то в аварию попадает. Поэтому я не удивлюсь, что если даже... Ну, их задача, в первую очередь, они тоже проходят подготовку, они имеют право оказывать первую помощь на месте ДТП. Ну да. Да. До приезда специализированной бригады. Естественно, о мокрове он думает, когда он будет там думать, ему надо помощь оказывать. Не-не, я имею в виду о том, что он может сообщить о том, что, возможно, необходимо... Это приезжают медики, и они, конечно, медицинские работники определяют, в первую очередь, спасти на данном моменте жизнь, ввести его специализированную... Для оказания специализированной помощи в стационар. А там уже, конечно, на месте решают уже доктора, которые ведут. А бывают такие случаи, когда, например, ну, чрезвычайная какая-то ситуация, это я вообще не про люк, да, сейчас говорю вообще, да? Я расскажу про такую чрезвычайную ситуацию. Когда, например, прямо переливанием занимаются в машине, да, прямым способом или как-то тут же... Нет, мы не в каменном веке живем. Да, то есть можно довезти. Конечно, не можно, а нам нужно довезти. То есть у нас сейчас настолько высокоорганизованная сейчас помощь, на скорой помощи. Вы видите, наверное, наблюдаете, что правительство дает и машины, и полностью они даже оборудованы аппаратами искусственной вентиляции. То есть у них регламент определённо подействий, да? Собрать пациента, привезти его в стационар. И, естественно, там уже кровь капать на месте, прямое переливание – это вообще средний век. Понятно. Такой вопрос последний, и уже будем ближе к поздравлениям, потому что это в какой-то степени и праздник для доноров. А что, чего не хватает? Вот чего нет? Людей не хватает, может быть, какой-то группы крови не хватает, может, какого-то оборудования не хватает? Крови хватает, людей хватает, и доноров хватает у нас. Единственное, что служба крови, понимаете, она как от общей медицины отпочковалась, ну, скажем так, совсем недавно, да, грубо говоря. И, как правило, в стационарах не хватает специалистов отдельных. У нас во всей больнице с трансфузиологов, доктор, которыми занимаются кровью, проученных людей есть, специально проученных людей достаточное количество. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас были отдельно выставленные люди для этого. Ну, вот у нас, конечно, докторов не хватает, но мы их пополняем, постоянно пополняем, учим. Понятно. Да, и хочется, чтобы у нас служба развивалась и была достойной. Ну, нам остается только поздравить вас с этим замечательным праздником. С одной стороны, праздник, с другой стороны, это профессиональный день. Какие-то будут проведены мероприятия не только здесь у нас в Люберцах, но и в Московской области, по всей стране и за рубежом, потому что кровь человеческая нужна всем, вне зависимости от того, кем человек является, где он живет, чем он занимается и так далее. Дмитрий, ваши пожелания всем донорам, потому что вы же донора представляете? Мои пожелания – здоровье. И пытаться все-таки сдавать кровь еще периодически. Естественно. Да? Вот. А ваши пожелания и врачам, и донорам, и больным, которые были вылечены с помощью крови? Больным, конечно, здоровье. Конечно, подниматься, жить, любить своих детей, родных. Врачам трудиться, пополнять свои знания. А донорам мы всегда ждем, всегда любим. Вот. Ну что ж, Дмитрий Гудков, донор, госинспектор Люберецкого ГИБДД, 18 раз дает кровь, до почетного донора осталось 22. 22 раза. Так что станете почетным донором, донором вновь вас пригласим. Ну и заведующая станцией переливания крови, Люберецкая областная больница, Любовь Мануева, мы вас поздравляем тоже с Международным днем донора, желаем вам удачи и в работе, и в тех, скажем так, проблемах, которые с ней связаны, то, что мы здесь озвучили, чтобы у вас побольше было последователей. Ну а, Дмитрий, вам желаем здоровья, потому что доноров у нас немного, поэтому крови сдавать еще придется много. Спасибо большое, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, и если у вас появится такое желание и возможность, сдайте кровь. Это не больно, очень быстро и совершенно не скажется на вашем здоровье. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова